Из трех пунктов – вырастить сына, посадить дерево и построить дом – Забиру Зарипову осталось осуществить последнее. Но строительство, не успев начаться, было приостановлено, и виной всему бюрократические проволочки, которые порой совершенно не обоснованы. В сентябре прошлого года Забир Зарипов приобрел в собственность земельный участок в 24-м микрорайоне. За разрешением на строительство и градостроительным планом он обратился в администрацию города. В течение двух месяцев его кормили фразой «приходите завтра». В конечном итоге лишь спустя полгода и только после обращения в суд документы были готовы. Но и тут борьба с бюрократической машиной для Забира Зарипова не закончилась. Потом я пришел к градостроительным получать, нам сказали, вы должны оплачивать 518 рублей. Потом, естественно, в градостроительном плане я немножко просматривал и с юристами консультировался. Там четко прописано, никаких оплаты не должно изыматься. Потом, естественно, я должен был подавать в суд. Потом опять через некоторое время с администрацией звонят меня на работу сюда, говорят, приходите бесплатно, получайте разрешение на строительство и градостроительный план на земельный участок. В итоге Забиру Зарипову выдали разрешение на строительство и градостроительный план бесплатно, как это и должно быть по закону. В океане различных бланков, справок и пошлин главное вовремя обнаружить незаконную обдираловку со стороны чиновников, потому что, как известно, копейка рубль бережет. Если вы тоже столкнулись с незаконным сбором денег в той или иной инстанции, старайтесь идти до конца и отстаивать свои права. Полина Сюткина, Юрий Аблязов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова